В Академии мы стремимся к сложности. В жизни за пределами Академии люди стремятся к понятности, простоте. Как говорить с людьми просто о сложном? Как находить общий язык с такими людьми? Ну, это я то, что сегодня начал, я пришел в состояние, вы видели, я только что говорил о сложном. Но, видимо, сильно непонятно. Да. Ну, во-первых, значит, мы в принципе переходим к конструкции, когда вот эта информационная псевдодебильность, про которую я говорил гипотетически, сейчас стала буквально осязаемой. Вот. И проблема состоит не в том, что значит, люди что-то не понимают. Проблема состоит в том, что для того, чтобы что-то понять, для этого это должно встроиться в какую-то другую систему, уже существующую. Сейчас объясню. Жан Пиаже, такой великий психолог, детской психологией занимался, значит, у него есть описание понятия адаптации. Значит, значит, он описал это, и он рассматривал это как мыслительный процесс, и мыслительный процесс этой части, и это основной оппонент, чтобы мы понимали, Выгодского, правда, по этому поводу они не спорили, но это существенно. Значит, он описал адаптацию как процесс ассимиляции и аккомодации. Значит, вот оба слова звучат пугающе, но вот просто представьте, если Вам нужно к чему-то адаптироваться, значит, у Вас есть две стратегии. Одна стратегия, значит, аккомодация, то есть, Вы должны пристроиться. Вот у нас с Вами зрачок, не зрачок, а хрусталик, он все время аккомодацией занимается, вот Вы ближе посмотрели, он собрался, разобрался, подстраивается под то, что Вы смотрите, это аккомодация. А есть ассимиляция, то есть, это когда Вы должны это встроить во что-то, ну, как-то, вот как-то встроиться, вот вагоны едут, чтобы адаптироваться к ним, Вы должны, так сказать, встать вагоном, да. Вот, значит, да, и это два разных процесса. И вот проблема состоит в том, что вот для того, чтобы ассимилироваться, да, ну, как бы, у Вас у самих должна быть какая-то тропная структура. То есть, если человек обладает понятийным мышлением, да, и у него есть понимание того, как понятия друг с другом связаны, как они там отражают какую-то действительность, значит, какие существуют способы сборки, евристики для этого. и это концептуально как-то простроено в этом детском сознании, в детском, ну, с детства это начинается, то, что понятийное мышление начинает формироваться. Если нет, то там рыхло. То есть, понятийное мышление, ну, как бы, и так, и всяко, опять. Вот, чистый разум не коллапсирует, нет опции, да, то есть, коллапсирует чистый разум, это вы должны удерживать в одной части своей центральной исполнительской сети, что мир является мне мною, да, а в другой, что мир является тогда кому. Это же целых две конструкции должно удерживать, и сложные причем, и как-то, вот это. А если там, ну, как бы, и то, и все, и пятое, и десятое, все равно. То есть, мои собаки безразличны, я говорю, пойдем поедим, или я положил в миску и прочее. Ну, как бы, я могу как угодно говорить. В целом, ну, если я иду на кухню, как бы, все понятно, ну, вот. И вот на таком, как бы, могу даже ей сказать, что я накрыл тебе. Но это, ну, как бы, вот. И поэтому проблема сейчас состоит в том, что большим количеством людей мы просто проваливаемся в рыхлое тесто, где понятие не находится в структуре, которая способна меняться, да, аккомодироваться, которая не способна встроиться. Эффект понимания возникает, когда мы что-то встраиваем. То есть, вот, я же, ну, попытался более-менее дидактически действовать. Я вам говорю, смотрите, вот есть мир, мы называем его там реальностью, мы привыкли с вами говорить, что реальность – это территория, мы обладаем только картой, да. я строил, 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 потом стал ломать. Ну, как бы, и возникла возможность поломки, и у вас возникла возможность понимания. Значит, если вы не способны это простроить, то это невозможно, ну, как бы, понимание невозможно вызвать. Вот. Поэтому, во-первых, надо понимать, это уже каламбуры пошли, не специальные. Значит, во-первых, нужно осознавать, да, что часто, когда мы общаемся с людьми, мы просто не можем им донести какую-то мысль. Вот. Просто потому, что, значит, там не в чем это понимание сформировать. Вот. Поэтому инструкции. Вот. И, как бы, то я, я раньше, когда читал для бизнеса лекции про информационную псевдодебильность, вот, они говорили мне, ну, все это интересно, конечно, а что делать-то? Вот. Я говорю, автоматизация. Вот. Но это самый простой способ решения проблемы. Вот. И, вот мы находимся в той самой точке бифуркации, когда у нас искусственный интеллект еще не способен взять управление процессами в свои руки, вот. А, значит, а человек потеряет способность. Вот. Она должна быть в самом высоком сейчас, как бы, режиме для того, чтобы, для того, чтобы справиться с задачей. Вот. Поэтому, значит, первое, это инструкции. второе, значит, всегда поймите, о чем, как бы, ситуация. Вот, в чем положение вещей. Да? Значит, потому что человек, если он с вами находится в коммуникации, он сам находится в каком-то незавершенном гештальте. То есть, что-то у него там происходит, почему он что-то должен сделать. и вот задача состоит в том, чтобы реконструировать то, что ему нужно. И дальше вы можете объяснить ему порядок действий или какую-то схему, исходя из его, ну, вот, представления о, даже не представления, а исходя из его открытой потребности, которые его в этой ситуации держат. Понимаете, вы можете это объяснить как угодно. Вот, когда ребенку вы что-то объясняете, понимаете, что вы не сможете объяснить сложно сочиненным образом, вот, и поэтому вы ему объясняете, ну, когда человек умирает, он улетает на небо, его душа. Вы можете так не думать. Вам просто нужно что-то придумать, какое-то объяснение для того, чтобы ребенок угомонился. Его вопрос, да, его, он не может понять смертность, он не может понять, там, вообще, все это рано, да, вот, и вы ему говорите, он полетел на небо. Ребенок успокоился, да, вы решили задачу, да, он что-то понял, нет, но проблемы зато тоже нет. Поэтому или, если у вас есть возможность, автоматизируйте это до инструкции, или, ну, как бы, находите любой способ, который позволит, ну, как бы, человеку закрыть его актуальный гештальт, его ситуацию, вот, используя его внутренние пружины. И все, вот, а дальше меньше разговаривайте с дураками. с дураками. Продолжение следует...